всем привет дорогие друзья всем привет дорогие друзья мы находимся в афьоне в демирли в деревне демирли в практически 500 километрах от алани гуляем с вами по деревне показываем вам здесь как живет турецкая провинция и как выглядит настоящая турция кто не смотрел предыдущее видео смотрите и обязательно подписывайтесь на наш канал дорогие друзья в первую очередь хочу поблагодарить всех наших подписчиков кто нас поддерживает и кто считает нашу работу интересной важной и полезной кто угощает нас кофе если вы хотите нас угостить кофе за нашу работу все данные находятся в описании к этому видео как это сделать и не забывайте подписываться на нашу группу в фейсбуке там каждый день есть прямые эфиры из алании много фотографий видео и так далее ну и конечно же заходите на сайт нашей компании мы занимаемся маркетингом брендингом и дизайном и если вам нужна какая-то помощь пишите мне на ватсап мой номер ватсапа есть в описании ко всем видео ну а сейчас друзья идем гулять по деревне не забывайте как я уже сказала подписывать комментировать и хочу сказать огромное спасибо всем тем еще раз кто нас нас поддерживает надеемся встретиться с вами в турции и в алании в самое самое ближайшее время здесь в деревне у тех кто проживает постоянно есть животные есть скот гуси коровы козы бараны лошади мы в деревне постоянно не живем поэтому у нас нет ни животных не скажем так нормального огорода приезжаем мы сюда всего пару раз в год и брат айхана живет недалеко в городе афионе они также постоянно не живут в деревне вся семья живет в городе и приезжает лишь на выходные и на праздники как я уже говорила в деревне население постепенно уменьшается молодежь уезжает в другие районы в основном в города и вот здесь например было раньше начальная и средняя школа здание до сих пор стоит а школа закрыта детей возят в другие деревни ближайшие деревни на трансфере но здесь деревне живущие дети могут сюда приходить играть школа как вы видите в прекрасном состоянии дом стоит но к сожалению никого никого нет ну что друзья прогуляемся с вами по пшеничному полю вот вы видите тоже дом который находится рядом с нашим был старый дом его перья отреставрировали и вот здесь наш дом и прогуляемся с вами немного по пшеничному полю пшеница еще не созрела еще зеленая но посмотрите какая красота вчера здесь тоже была просто трава и приехал трактор все вскопал вспахал и и здесь будет сад помидоры картофель в общем пока еще не знаю что здесь будут сажать но будут использовать эти земли в прошлом году вот здесь например было очень много пшеницы вот вы видите из деревни ведет вот эта вот дорогой и обычно когда пшеница уже поспеет в конце августа пасутся лошади они приходят сейчас конечно же не пускают сюда потому что потому что чтобы они не топтали пшеницу а здесь рядом с нами еще один дом и тоже видите собака лает но я думаю что она она меня не тронет вот такие вот здесь бескрайние поля во фионе после прошлых моих видео многие стали мне писать и спрашивать можно ли купить дом продается ли дом в деревне да друзья здесь помимо того что здесь очень много деревень и деревня они как вы видели они не плотно застроены плотно заселены смотрите есть такая есть такая возможность либо купить совсем старый дом его отреставрировать либо купить землю и построить на нем на ней дом с нуля либо купить старый дом разобрать его и камни старого дома использовать строительстве нового дома многие так делают это было бы очень здорово и аутентично и я вам скажу цифры построить новый дом собственной землей будет стоить в пределах 100 тысяч лир сколько это 15 тысяч долларов но окей 20 тысяч долларов 20 тысяч долларов именно вот в этой деревне и в ближайших деревнях можно купить землю и построить свой собственный дом за эти деньги так что кому это интересно обязательно пишите мой телефон есть в описании к этому видео и можно построить дом и на своей земле выращивать все что в общем вы хотите выращивать потому что земли здесь очень много конечно же не вся земля продается и есть также также такая особенность на земле в основном здесь плодородная почва здесь выращивают занимается сельским хозяйством и земли предназначены для сельского хозяйства и например если у вас земля ну две тысячи квадратных метров то на этой земле только в определенном месте определенной площади можно построить дом поэтому друзья если вы хотите если вам это интересно как я уже сказала в пределах 20 тысяч долларов 20 тысяч долларов можно построить большой двухэтажный дом метров 200 ну и естественно чем больше вы захотите землю чем больше вы захотите дом то конечно же он будет строить дороже и земли здесь помимо того что плодородные как я уже говорила они не исхожены туристами они еще не открыты и сейчас самое время покупать здесь землю самое время строить здесь дома потому что я вам говорила что здесь вот этого деревня находится как раз в районе фригийской долины фригийская долина это одна из интереснейших и не открытых неизвестных достопримечательностей турции это 2 каппадокия здесь много термальных источников здесь плодородные земли места расположены близко кофе ну и до стамбула до аэропорта до железнодорожного вокзала до автобусных станций просто рукой подать поэтому те кто сейчас откроет для себя эти земли те кто сейчас вложится сюда abs определенно выиграть я в это просто верю я не знаю искренне верю и не то чтобы искренне верю а исходя из всей той ситуации которая сейчас складывается в мире как раз именно с пандемии с вирусом и исходя из того что люди сейчас хотят захотят больше жить на природе выращивать свои фрукты и овощи и так далее вот эти вот места турции просто поле непаханное для инвестиций и мне кажется что тот кто вложится сейчас выиграет сто процентов я я абсолютно в этом уверена и помимо того что здесь столько много всяких разных достопримечательностей плюсов здесь очень хорошая очень хороший климат конечно же зимой выпадает снег то снег есть а летом 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 очень очень тепло поэтому те кого интересует дом в деревне дом в настоящей деревне по очень хорошим ценам пишите мне на ватсап и я вам я вам подскажу расскажу как можно посмотреть дом в общем сколько это все стоит и так далее помогу чем смогу поэтому ватсап мой ватсап есть во всех под всеми видео есть мой ватсап пишите расскажем вам и покажем потому что красота здесь конечно неописуемо ну просто слов нет после жаркой алани просто шикарно приезжать сюда и наслаждаться всей этой природой и красотой я надеюсь что я подробно ответила на вопрос тех кто мне кто меня спрашивал сколько стоит здесь дом и можно ли купить дом в деревне деревне очень много животных и иногда сюда приходит вот эта лошадь которую мы пытаемся чем-нибудь покормить сегодня она боится еще один раз я месяц . . . . . , . . . . . . Субтитры делал DimaTorzok Сделали салат вот такой вот И сейчас пойдем жарить шашлыки Какая вкуснятина эта будет на свежем воздухе Вот здесь у нас сад А вот здесь мы будем жарить шашлыки Сейчас сделаем угли И на углях будем жарить шашлыки Погода стоит просто потрясающая Сегодня было очень тепло Даже жарко И днем можно было ходить в футболке Но я все-таки надевала куртку Вы видели Сейчас мы делаем мангал И будем сейчас Айхан готовит угли И потом на углях будем жарить курочку И кушать на природе Вот остатки наших кефт и курицы Было так вкусно, что не успела даже вам ничего показать Наступил вечер Мы сделали очень вкусные шашлыки Наелись до отвала от пуза И сейчас вечером прогуляемся с вами по нашей деревне Только в другую сторону ходили мы туда А прогуляемся теперь в ту сторону Друзья, вторая попытка покормить лошадей К сожалению, они сегодня не идут на контакт Они от меня убегают Сейчас попробуем еще раз Качь, качь Слышишь, как правило Видите, они не привыкли к чужим людям Поэтому Не получится у нас Друзья, поскольку эти лошади Для них я чужой человек И они не такие, как на лошадиных Например, фермах Куда можно прийти и погладить лошадей Эти лошади признают только своих хозяев Поэтому эта лошадь Вот в такой вот форме Сказала мне Не подходи, укушу Ну, в общем, не удалось нам покормить Но зато вы видите Лошади здесь свободно пасутся Пойдемте гулять дальше Сейчас мы идем в другую сторону И Айхан нам расскажет Что здесь есть Валлах, я люблю жить в городе Здесь Все более природные Хаватемиз Бахчелеры falan Геzeблиyorsun Я люблю Я знаю, я люблю Я люблю в городе В общем, здесь Моя милая Сами милая Амонар сейчас в городе Ящие Буряя, садеце Бахчее Гелдиктеге Заман Григора Тарлая Гелдиктеге Заман вот здесь есть каньи сейчас это закрыто и здесь есть мы 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 Ваши дети живут в доме. Свои дети живут в доме. Он живёт из дома в доме. Он живёт из дома в доме. Они в доме в декабре. Но в северном доме, потому что в доме корона, много людей нет. Есть дома дома. В доме один дом. Я видела одна комната. Другой город жизни. 6. В частности пустые всех п管ут, Показать все пустые, Причем распростран kiddos, В любых людей, Причем спорить эти пездочные расходы. Несильные дела под あлим government в природе. Сейчас мне кажется, не всегда, я буду заниматься сjm. но для предпочтения господа в доме в доме 4 у меня есть 2 работы если нет домов или или новую сми и домов к здесь очень много зелени и вот например вишневые деревья дерево и конечно же много разных деревьев слышите как поют птицы вот например тоже место где был старый дом от него ничего не осталось но хозяева не продают не продают и новый дом тоже не делают сюда приходит каждое утро и вечер скот чтобы пить воду источник здесь практически на каждом на каждом углу и как айхан сказал очень сложно в деревнях сейчас уже найти землю под строительство или купить дом но если найдете то это как я говорил раньше в этом видео стоите это дорого не будет дома сейчас строят тоже из бетона из камней и вот например вот эти деревья также будут использоваться для строительства дома а вот это вот все используют как дрова для отопления пока пока дай хан замерз и хан уходит и здесь есть у нас местный местный котик который постоянно приходит чем-нибудь полакомиться котик красавчик и друзья я надеюсь что вам понравилось это видео и это видео было у нас в основном о доме в деревне поэтому если кому-то интересно мой телефон в описании к этому к видео и ко всем видео есть мой ватсап пишите задавайте свои вопросы комментируйте это видео и пожалуйста подписывайтесь на наш канал потому что как я говорила 70 процентов смотрящих мои видео не подписаны на мой канал а всего около 35 процентов поэтому пожалуйста подписывайтесь и я вас уверяю что на этом канале вас ждет много интересного и полезного о жизни в турции в алании и о различных городах в турции мы очень много ездим и показываем вам все опять повторюсь самое интересное у нас также есть группа в фейсбуке обязательно не подписывайтесь каждый день я хан старается там делать прямые эфиры и мы выкладываем разные 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 фотографии наступил вечер как вы видите стало прохладно солнце зашло и сегодня был потрясающий день теплый жаркий ой просто здорово поэтому друзья желаю вам всего хорошего будьте здоровы и встретимся с вами в новых видео всем всего хорошего пока пока и и вот и а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok